Жители Клопятников отстояли свои права, побудив управляющую компанию снизить тарифы за обслуживание дома в два раза. Напомним, летом минувшего года нескольким домам по улице Академика Жука в ходе аукцион определили управляющую компанию. При этом сами жильцы выбрали себе другую УК и были довольны ее работой, исправно оплачивали квитанции. Но как они узнали позже, заключать договор с выбранной организацией они не могли, так как в течение года их по условиям конкурса должна обслуживать Саратовская ЖЭК. Эта компания и начала жильцам высылать платежки с тарифом 16 рублей за квадратный метр вместо 8 рублей, как это было с выбранной компанией. Жильцы отказались оплачивать завышенные тарифы и в итоге ЖЭК подала на них в суд. В итоге у Тамары Болотовой, одного из жителей, с пенсии удержали крупную сумму денег. Наш интернет-канал следил за развитием этой истории и вместе с представителями общественной организации «Молодая гвардия» мы обращались в управляющую компанию, вели переговоры с юристом и руководством управляющей компании. Мы добились того, что ЖЭК пересмотрел тариф и снизив их в два раза, мне вернули размер пенсии, который числили из пенсии как долг за ЖКХ. Все вернули и у меня теперь получается предоплата за эту сумму. Сейчас жильцам Клопятников приходят платежки с тарифом 8 рублей за квадратный метр. Управляющая компания, которая была назначена в ходе конкурсных процедур и которая поначалу ничего не делала в плане обслуживания домов, начала исправляться. В июне дома будут выбирать себе новую УК и возможно решат оставить свою ЖЭК. Конфликт у нас с ЖЭКом улажен. Дальнейшее сотрудничество с данной компанией будем смотреть по их результатам работы. Данный тариф нас сейчас устраивает. Через 2-3 месяца мы можем поменять компанию. Эта история очень показательная. Если бы жильцы не встали одним фронтом в борьбе за свои права, то в течение года платили бы управляющие компании тарифы, завышенные в два раза. Но люди не смирились с произволом и в итоге отстояли свои права. Мы довольны результатом, который получился. То, что все-таки деньги были возвращены Болотовой Тамаре Павловне. Мы довольны тем, что у жителей сейчас будет более низкий тариф в два раза, 8 рублей. И, конечно же, довольны тем, что сейчас эта ситуация понятна стала и нам, общественникам, и жителям. Спасибо тем, кто нам помогал, средства массовой информации, которые освещали эту проблему Балаковскому репортеру, информационным сайтом Балаковским. Спасибо депутату Юрисову, что отвлекнулся на наше обращение, чтобы помог нам разобраться в ситуации. Проблемы есть, молчанием их не решить. Это надо коллективно выходить, обращаться в инстанции, в администрации, в управляющую компанию, чтобы те проблемы, которые есть с жильем, с вывозом мусора, с дворниками, чтобы они решались. Потому что просто молчанием ничего не решить.